У нас всё, меня слышно? Всех слышно, пойдём. Я просто хотел сказать, что мы просто сели сюда посидеть. Да, просто парни мимо проходили. Абсолютно, да. На белые кресла присели костные. Парни, тогда представляйтесь, кто вы, что вы, про что. Погнали. Микрофон работает? А, это у тебя он специальный, персональный микрофон. Да, у меня персональный наушник. Ну, у тебя микрофон, ты и отвечай тогда. Ну что ж, мы, Игорь Фролоков. Мы подкасты, это КВН-команда Игорь Фролоков. Мы, Игорь Фролоков. Да, Игоря объявили просто Гитмана, но на самом деле он там где-то на другом стенде готовит сейчас. Возможно, там его уже готовят и жарят, но, поэтому, к сожалению, Игорь... Слушай, у нас готовят и весёл, в конце концов. Это, кстати, важно, да. Кто не успел поесть сегодня? Я не успел. Ну вот, ждём, что нам приготовит Игорь. Поэтому сегодня, скорее всего, его не будет. Это нашего классического состава, в котором мы участвуем в гейм-подкасте в АСД ТВ. Позвольте представиться. Меня зовут Виктор Зуев. И вот не хватает другого персонажа, Игоря Фролова. Мы обычно ведём гейм-подкаст вдвоём. Но, с другой стороны, у нас сегодня нестандартный гейм-подкаст. У нас гейм-подкаст стрим-фест спешл. Вот поэтому мы сегодня выступаем в таком расширенном составе. И я думаю, что мои виз-за-ви сейчас представят себя сами. Ну, я киберспортивный комментатор. Я тоже веду подкаст только на киберспортивную тематику. И буду привносить в этот игровой подкаст, видимо... Немножко спорта. Да, нет. Атлетики. Смотреть, как бы можно было превратить там условный Kings Bounty в какой-то киберспорт, киберспортивную дисциплину. Легко. Раз-раз. Меня зовут Бравиан, и я сегодня Игорь-заменитель. Понятно. Такая у нас замена произошла у нас в команде. Вместо Игоря Фролова выходит Бравиан. Ну, посмотрим, как ты справишься в роли легионера. Возможно, мы просто Игоря нахер с подкаста и приглашаем тебя вместо него. Он теперь в кулинарных шоу будет. Да, он теперь в кулинарных шоу. Ну, если выступишь лучше, действительно, зачем нам тогда Игорь Фролов, получается? Ну, в целом, о чем гейм-подкаст, можно догадаться на канале ВСД. Мы каждую неделю обсуждаем игровые новинки, новости, события. Вот теперь у нас будет страничка киберспорта. То есть все, что касается индустрии игровых развлечений. В широком смысле этого слова. Подожди, и что, и каждую неделю набирается реально на... Всегда. Особенно у нас, знаешь, была жирная неделя. Это когда оставалось до выхода киберпанка около месяца. Каждую неделю какие-то скандалы, утечки и прочее. То есть игровая индустрия, как любая развивающаяся игровая индустрия, она полна огромных историй. Не знаю, человеческих трагедий даже и прочих. Поэтому всегда есть что обсуждать. И наш подкаст, на самом деле, ушел на такой летний отпуск. Поэтому сегодня я считаю, что он у нас не номерной, а именно спешл именно. И обсуждать новости прошлой недели как-то будет, ну, не совсем правильно. Потому что у нас действительно прошло около месяца с предыдущего подкаста. Поэтому сегодня поговорим в целом о каких-то громких событиях этого лета игровых, которые мы не смогли осветить в рамках нашего подкаста. Ну, например, анонс Stream Deck. Вот, поверь, Stream Deck мы бы обсуждали, наверное, на протяжении всего времени подкаста. Потому что Stream Deck, ну, просто разорвал вообще, я считаю, игровые медиа, игровое инфополе. Анонс такого устройства, ну, это, ну, я не знаю, равносильно анонсу автомобиля Tesla, я считаю. Это о чем речь? А, прикольно, да. Хорошо. Хорошо, поговорим. Что такое Stream Deck анонс? То есть, компания Valve анонсировала свое портативное устройство, на котором ты будешь запускать свою Steam библиотеку. А, это ты про это? Да, я про это, да. Steam Deck она называется. То есть, Nintendo Switch, только Stream Deck. У нее характеристики потрясающие на самом деле. И при этом ты просто загружаешь свой Steam профиль, и получается, что твоя библиотека игр такая, хоп, у тебя игры уже есть. Тебе, может быть, да, у тебя бэк-каталог какой огромный. Сколько игр у тебя не пройдено в Steam, например, из купленных? Я думаю, у всех их дофига. И получается, что ты, у тебя есть устройство, специально созданное для твоего, черт возьми, для закрытия твоего бэк-каталога. И можно даже не покупать игр, потому что у меня в Steam на сотни идет. И в виш-листах у меня около 300 игр. Получается, что в целом это такая самодостаточная абсолютно консоль. Это вызов Nintendo Switch и вызов на самом деле консолям как таковым. Потому что в Nintendo Switch я играю, например, не только в поездках. Хотя Nintendo Switch дает с собой самолет, в дорогу, это прям всегда. И, кстати, у меня половина игр на Switch это Steam каталог. То есть не вот эти вот Nintendo эксклюзивы про Марио. На самом деле я просто так обратил внимание, что там мои любимые игры, они все есть в Steam в том числе. И поэтому я на анонс Steam Deck прям смотрю с большим интересом. Другой тип. Не, ну анонс анонсом, но там же они будут в продаже только через... Вот это да. Вот есть проблема в том, что в принципе сейчас из-за пандемии вы видите, что мы собрались в какой-то веке на мероприятия оффлайновые. Вот я, по-моему, впервые за два года на оффлайновом мероприятии. Аналогично, да. Я из дома вышел впервые за два года. Вот, вот, вот. Это, естественно, также влияет на игровую индустрию. В частности, все эти задержки с консолями связаны, задержки с чипами, с производствами. Поэтому, конечно, я думаю, что они произведут недостаточное количество машинок. Анонс продаж назначен на декабрь этого года. Там уже идет перепродаж. Уже, да-да-да, предзаказ. Да, зато можно стимдек завишлистить, потому что он является позицией в стиме, и я такой зашел, вишлист. Ну, вот буду ждать такого письма, такой, можешь предзаказать. То есть ты, причем ты не предзаказываешь ее, ты на самом деле резервируешь ее. С тебя снимают пять долларов, и ты встаешь в очередь за эти пять долларов, а в очередь на предзаказ. Это только Valve могли такое сделать, очередь на предзаказ. Они могут себе позволить. А самое главное, что им даже не надо... Обратите внимание, что у нас было Е3, да, мощнейшее. В принципе, можно уже не выпускать. Да нет, нет, и о том, как Valve может себе позволить вообще анонсировать какие-то вещи. Была Е3, где все стараются как-то свои анонсы, ну, ближе к Е3, поскольку приковано внимание. Е3, если кто не знает, главная игровая выставка. Она была в начале июня. Компания Valve такая. Ну зачем? Зачем там что-то анонсировать? Мы просто на главной стима, а проходимость главной стима, ну, мне кажется, там даже не кажется, я цифры видел, где-то около сотни миллионов в день. Ну, то есть это чудо... Это вот представьте такую страницу вашего сайта, да, с такой проходимостью. Ну, это чудовищные цифры, и они просто разместили там, вот это в главном телевизоре, такой просто... А, ну, у нас тут появилась новая позиция, стимдек, все... Не надо никаких мероприятий, каких-то официальных вообще там, вот такого, да, там, городить. Они просто могут разместить позицию в стиме, и все, знают все. Поэтому стимдек, вот это да, я буду прям стремиться заполучить это устройство как можно быстрее. Да, оно будет, наверное, с перекупами. Оно около... Сколько там получается? Около 700 долларов, если брать на 256 гигабайт, потому что на 126, но это не серьезно. Это не серьезно. Ну, но это устройство, короче, может быть не только мобильным, я про это. То есть играть в вашу любимую стимовскую игру на талчке. Ну, получается, свитча заменитель, да, единственный. Ну, не только свитчи, то есть, ну, ты же можешь... Смотри, в чем проблема для меня пика гейминга, на самом деле, это то, что у меня это еще и рабочая станция, и стриминговая станция. То есть ты работаешь, потом еще стримишь, а потом вот для себя, для себя поиграть. Ты такой, получается, не меняя позы в таком же положении, а теперь я отдохну. Ну, вот хочется, но хотя бы сменить позу. И ты берешь стимдек, просто ложишься на диван в удобной тебе позе и продолжаешь, черт возьми, ту же сессию, которую ты, например, начал на пика. Ну, то есть сама мысль, что у тебя эти устройства связаны, то есть можно иметь дома и пика, и стимдек для того, чтобы условно на даче там с ним продолжать те же самые, по сути, сессии. Ну, то есть, вот когда начинаешь об этом задумываться, а особенно о библиотеке игр, вот сейчас у нас есть PlayStation 5, да, вот, у нас ее здесь нет, и, в принципе, их вообще мало, вот, но есть новое поколение. PlayStation 5 и Xbox Series. С библиотекой игр там большая напряженка, к сожалению, да. Большая. Большая напряженка. Это мягко сказать. Да, и тут реально выходит консоль, там несопоставимое количество просто игр, которая обновляется каждую неделю. Мое любимое развлечение — это в стиме заходить в будущие продукты. И там такой... И такой смотришь, да, такой, ну, на этой неделе выйдет 15. Такой, ну, вот есть одна интересная. Ну, то есть, это несопоставимая, постоянно пополняемая библиотека игр. Это, короче, Valve прямо въехали вот по-царски. С одной стороны, да. С другой стороны, все-таки не познавато ли. В том плане, что у Valve наметилась такая тенденция последних несколько, скажем так, продуктов. Ну, в частности, наверное, самый громкий такой провал — это был артефакт. Они въехали в дисциплину, в которой уже, в принципе, которая изжила себя, карточные игры. Затем была история с вот этими шахматами, да, которые получили сейчас. Автобаттлеры, так называемые. Авточасы, да? Да, автобаттлеры, которые по всем дисциплинам прошлись, и свои отдельные игры. И тоже, как бы, не совсем удачно Valve свое издали. Ну, что авточас оригинальная, которая была в ДОФе, она была гораздо популярнее. И вот сейчас, учитывая, что это только анонс, что выйдет только в декабре, насколько это, конечно, актуально. С одной стороны, ты описал все плюсы и так, но с другой стороны, не познавато ли выпускать такую вот вещь сейчас. Мне кажется, все-таки главное преимущество ПК-гейминга — это не... Ну, это именно комфортная... Во-первых, это высокая производительность, да? Все-таки ты не запихнешь в маленькую коробочку столько же, сколько в системный блок. Она не будет у тебя... Они попытаются, да. Но они попытаются, но все равно это невозможно. Но она в любом случае будет мощнее, чем существующий Nintendo Switch. И, как мы видим, Nintendo анонсировала, что Nintendo Switch OLED, который мы называем в шутку Олегом, то есть все, что Nintendo Switch смогла нам предложить, это Nintendo Switch OLED, который будет всего лишь с улучшенным экраном. То есть производительность останется на том же уровне. И уже некоторые игры у меня тормозят на Switch. Загрузки чудовищные. И получается, что в каком-то смысле Steam Deck — это такой Switch 2.0, который мы ждали. Не факт при этом, что эта проблема решится. Это только заявлено, а на деле... Я сомневаюсь, что Nintendo Switch говорила, что... Ну, а некоторые игры у нас будут лагать. Но не так никто не говорит. Возможно, те же самые проблемы будут. Это нужно уже смотреть по факту. Просто, опять же, эта история... У нас тоже находились в комьюнити огромное количество людей, которые описывали все вот такие вот плюсы артефакта, что вот у карточных игр такие-таки-таки проблемы. И был какой-то хайп. И даже люди собирали по несколько тысяч человек на стриме в первую неделю. А в итоге это привело к двум десяткам онлайна в игре. Я очень жду именно самого... Ну, я сам не консольщик. И я как раз пека-геймер. Но, тем не менее, мне очень интересно посмотреть на вот общую тенденцию. Ну, потому что будет понятно, все-таки, это действительно они попали в этот очередной прорыв. Хотя с запозданием с таким, но они выпустили, скажем так, портативную консоль, которая действительно была тем, что хотят люди, и ушла от всех минусов. Или, все-таки, это будет очередной запоздалый такой вот продукт, который в итоге купит 20 человек. Ты будешь там, наверное... Ну, судя по предзаказам, это уже не 20 человек. Нет, стоп, а почему запоздалый? Конкуренции-то нет. Есть только Switch, который уже устарел несколько лет назад. Да, Switch, к сожалению. Я люблю Switch, но я чувствую, что он морально устаревает с каждым днем. Им достаточно сделать хоть что-нибудь, чтобы оно просто не разваливалось и работало более-менее. Причем вы видели, что, я даже соглашусь, эта консоль выглядит уродливо, правда уродливо. Но, черт возьми, когда все плюсы... Ну, да, я достаю уродливую консоль в автобусе. Да, у меня уродливая консоль, смотрите, да. Ты еще хочешь сказать, что она уродливая? Смотри, ну плевать. Слушай, ну она уродливая, это субъективно все. Нет, ты, скорее всего, будешь год ходить с бумажкой с предзаказом этой консоль и показывать, что у меня предзаказ на уродливую консоль. Да, ну то есть эстетический свитч, конечно, ну то есть там видно, что там дизайнеры поработали. Надо с Steam Deck'ом такое ощущение, что дизайнеры не работали вообще. Но ее мощность, ее вот эта библиотека, ну это, конечно, прям подкупает. Меня единственное пока интересует, что будет, например, со старыми играми, которые не поддерживают облачное сохранение. Как я буду перекидывать прогресс? Потому что не все игры в Steam'е поддерживают облачное. То есть это мне придется вручную перекидывать сейвы или что? Или будет внутренний инструментарий? Нет, вопросы есть. И ты прав, что у Valve не всегда получаются классные задумки. Они же пытались, собственно, идти в хард. Мы помним и... Как это это? Gamepad. Steambox еще. Да, Steambox, Gamepad Steam. Как-то вот... VR же они тоже делали отчасти. Я помню, когда в 15-м году, когда еще не вышел вот этот вот HTC-шный шлем, нам уже тогда давали на Инте попробовать... Он тогда был не такой компактный, а к нему, как в Матрице, знаешь, куча проводов шло. И он был настолько качественный, что не было сомнений, что это будет круто. Но вопрос ТВР оказался в другом, что насколько это нужно вообще... Ну, то есть тебе нужна там комната, тебе нужно кучу денег потратить, крутой ПК. Да и вообще не так много есть крутых программ, игр, которые поддерживают... Ну так потому что замкнутый круг, потому что никто не покупает видеокарты. Не, но я соглашусь с вашими аргументами, что звучит так, что может действительно выстрелить именно из-за того, что... ну, наверное, во многом из-за того, что конкуренты откровенно проспали. Может быть, из-за какой-то монополии, которые... Они, видимо, думали, что они единственные, что ничего больше нет. На самом деле, я думаю, что многие до сих пор верят в смартфоны, вот. И, ну, типа, и так у всех есть игровое устройство. Мы можем же называть это игровым устройством, оно им и является. И многие пытаются как-то вот подружить владельцев смартфонов и классический гейминг. Пока получается не очень. Все-таки... Лягко говоря. Все-таки, да, мобильная аудитория, она привыкла к матч-3. И, впрочем, как любят говорить, донатным помойкам. И вот хардкорная аудитория как-то не очень пользуется смартфонами. И в этом преимущество Switch'а. Посмотрите, какие цифры делает на Switch'е Nintendo. Недавно опубликовали цифры. Mario Kart 8. 38 миллионов только картриджей. Я просто в шоке вообще. Это даже смешно сравнивать в том плане, что неважно, какие игры, важно, как вообще управление ведется в этих играх. Тот, кто хоть раз играл на мобильном телефоне и на Switch'е, прекрасно понимает, что это небо и земля. Да, да, да. Крутить по экрану пальцами лозить и просто удобный джойстик. Ну вот, ну, Xbox, например, ну, Microsoft, идет, например, в сторону облачного гейминга. То есть ты подключаешь xCloud к телефону, достаешь Xbox'овский геймпад и, по сути, играешь в полноценные мощные консольные игры на своем телефоне и используя геймпад. Но такое решение пока еще промежуточное. И поэтому все-таки, вот, парадоксально, я думаю, что для многих боссов корпорации это откровение. Типа, какого черта они не хотят играть в наши игры на телефоне? Оказывается, что все-таки мы не можем отказаться от специального устройства, предназначенного исключительно для игр. И мы даже готовы его таскать с собой. Даже уродливую, тяжелую консоль от Valve. То есть, парадоксально, но факт. Нам действительно нужно такое устройство. Ну, человеку нужно удобство, комфорт. И этот комфорт, он в том числе в том, как ты взаимодействуешь с игрой. И это, конечно, очень важная часть. Поэтому ничего нет удивительного в том, что людям нужно что-то. Я думаю, что на самом деле все вот эти векторы, облачный гейминг, портативные консоли, какое-то взаимодействие с библиотеками, что все это в конечном счете придет в какую-то единую точку. Просто сейчас это развивает... Некоторые заглохнут части там. Может быть, облачный гейминг вообще забудут все про него. Может быть, наоборот, это будущее наше. Но в итоге все придет к чему-то такому единому. Но на данный момент все развивается, так сказать, своим каким-то путем. Подытожил. Все идет своим путем. Абсолютно согласен. Мне кажется, можно так любую тему... Да-да-да, так любую тему будем заканчивать. Да, все идет своим путем. А, сейчас хотел, на самом деле, с этого начать. Просто бы так как-то быстро перекинулись. Вот, я думаю, что стендек закончили. В общем, ждем. Будем посмотреть, что называется. Как вообще проходит стримфест, ребят? Ну, мой экспириенс был примерно таким. Я приехал, я где-то 30 секунд стоял на входе. Из них 28 под дождем. В принципе, дождь шел минуту, наверное. Но мне очень повезло. Все, и я вот пришел сюда. Почти ничего еще даже не посмотрел. А, нет, я просто здесь уже второй день, получается, еще на застройке стенды был нашего, да? Это боровянно, может, еще раз так. Да, я расскажу, у меня 4 часа не пускали. А, так. Да, я ждал на улице, да. Но я бы тоже тебя не пускал, да. Но поедом попустили, поэтому... Сейчас уже более-менее... Может быть, это была ошибка. Пролез в окно без ПЦР-теста, да? А, окей, окей. Да, об этом не говорим в эфире. Не, у меня просто долго все рассказывать. В общем, вот, знаешь, все косяки, которые происходят на оффлайнах выставках, я поймал, там, с учетом стенда и прочего, и прочего, и прочего. Вот, и стримы тоже здесь с накладками периодически идут на стримфесте, да. Стримы не всегда идут хорошо. Но я, короче, иду с очередного мероприятия. Что-то какое-то вот раздраженное, что что-то как-то не получилось. И тут мне раздается телефонный звонок. Я раздраженно беру алло. Меня называют по имени и фамилии. Вас беспокоит следователь МВД. И я уже про... Я обычно с телефонными мошенниками не разговариваю, просто кладу трубку. Но здесь я просто такой раздраженно был. Я такой, пошел ты нахер просто. Ты трехэтажным крыл его. Он, ты с кем разговариваешь? Я такой, с тобой, сука, разговариваю. Иди нахер. Вот, кладу трубку. Я обычно, говорю, так не делаю. Но это потом раздули, короче, из этого шутка. В общем, новый фольклорный персонаж у меня появился. Это инспектор МВД. Я уверен, что он в комментариях сейчас появится обязательно. К сожалению, каждый с ним знаком, мне кажется. Да, сейчас я в комментариях прям жду. Там инспектор МВД такой, мы не закончили. Нет, я думаю, что кульминация будет в том, что тебя с 02 перезванивают уже. Да, да, да. И оказывают, что я люблю МВД. Не, ребята, это мошенники. Не ведитесь никогда. Никакой следователь МВД вам звонить не будет. Вам придет заказное письмо, явитесь туда. Не будет он вам звонить. У него нет времени с вами разговаривать. Поэтому это очевидный развод. Но вот таким образом у меня на стримах, я думаю, уверен, появился новый фольклорный персонаж. И множество подписчиков, я уверен, что уже сейчас заводят этот никнейх. Хоть какой-то плюс. Да, да, да. Ну, мой фольклор, моего канала пополняется разными персонажами. Знаешь, у Мэдисона разблокируются новые личности, а у меня разблокируются фольклорные персонажи. Так, ну давай переходим к другим новостям, которые тоже произошли вот за предыдущий месяц. Например, была EA Play. Electronic Arts Play — это конференция одноименная, да, в честь одной известной корпорации. Ждали многого от нее. Но я думаю, что главное, что все увидели, это ремастер Dead Space. Это очень крутой знак, что все-таки Electronic Arts не совсем ушла в FIFU и в Apex. Все-таки не совсем семейный сектор. Потому что Dead Space, понимаете, сложный для такой корпорации, которая старается выпускать проекты, которые никого не заденут, сложный сеттинг. Ну, Dead Space — это прям кровь, кишки. А, в этом плане, я просто начал думать о том, что такого там было вообще в Dead Space. Ну, знаешь... Нет, ну в Dead Space там сеттинг прям, кишки и кровища рачленов. Сложно что-либо вообще в принципе в 21 веке сделать, чтобы никого не задеть? Нет, просто я специально говорю, что вот Electronic Arts, она в последнее время такое ощущение, что она вообще как бы забила вот на какие-то хоть чуть-чуть противоречивые сеттинги и ушла в абсолютность. FIFA — семейный сектор Apex. Вот типа, ну, батла. Вот эти вот три титаны, которых она держится, ну, еще иногда дает, например, деньги нашему любимому разработчику, который сделал про братьев, про побег из тюрьмы. — Да, но еще все эти титаны, они там все углы всегда сглажены, обязательно все персонажи женские. — Да-да-да-да-да-да-да, все всегда так. — И не дай бог. — Нет, на самом деле, я считаю, что только... А, ну и где-то на горизонте маячит Dragon Age 4, который просто уже никто, уже никто не ждет его. Ну, все равно ждем, надеемся, верим. Еще и Mass Effect они заявили. Вот, но тем не менее, для меня это хороший сигнал, что Electronic Arts такие, так, ладно, все. Так, вспоминаем про игры. Что у нас там есть? А, Dead Space. Вот, ну, это ремастер, да, то есть это будет такое переосмысление. Они такие сделают с розовыми кроликами. Не знаем, но тем не менее, ну, это круто, это значит, что они продолжат Dead Space. И для многих я видел реакции на анонс Dead Space, а все такие, да, Dead Space, ура, наконец-то они его возвращают. А настолько ли он был плох, что нужен ремастер? Почему нет? Ну, вообще сейчас мы живем в эпоху ремастеров, я так понимаю, а потом мы будем жить в эпоху ремастеров-ремастеров. Ну, в целом, игры, к сожалению, как визуальное искусство, на мой взгляд, они стареют быстрее, чем кино, например. Мне кажется, что ремастер, я, конечно, могу ошибаться, но для меня это так, что ремастер прежде всего нужен играм. Это даже не совсем ремастер, нет, я неправильно выразился, это даже скорее будет ремейк. Это не ремастер. Ну, ремейк это, да, это немножко другое. Все-таки ремастер нужен каким-то очень кривым играм ввиду своего... Ну, вот, например, взять первый StarCraft. Это же крутая игра, но ввиду огромного количества ограничений технических, она была сделана очень криво и уж очень квадратно. Так что даже просто вот глаз не мог различить буквально, что у персонажа там, что есть рука, что есть нога. Да, ему нужен был ремастер, потому что это, ну, банально невозможно было запустить в широкоформатном разрешении. Вот таким играм, да. Dead Space, на мой взгляд... Вот ремейк, да, но ремейк это совершенно другое. Это уже, можно сказать, переделано. Это будет ремейк, да. То есть это, как я сказал, это будет переосмысление, но сам факт возвращения Electronic Arts к Dead Space... Ну, знаешь, чем черт не шутит, может, Titanfall 3 вернут. Ну, мам, ну помечтать-то можно. Ну, посмотрим. Может, это будет в итоге издевательство над серией и фанаты, наоборот, и еще больше будут зареть. Не исключаем, не исключаем. Геймеры будут в ярости. Потому что в 21 веке ремейки обычно делаются, чтобы продать громкий Titan еще раз, а не чтобы люди вдохновились какой-то старой игрой. Но и во время EA Play был еще один трейлер, который тоже взорвал интернет, который, я думаю, сейчас посмотрим еще раз, он стоит того. Это анонс режима Battlefield Portal. Если есть возможность... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 где там в Баттлфилде выпрыгивает пилот со снайперкой из самолёта, и другой самолёт сбивает, точнее пилота из другого самолёта отстреливает. А ты знаешь, что это они экранизировали известный ютуб ролик? Да-да-да, я хотел сказать, что это же, по-моему, отсылка была. Абсолютная, абсолютная отсылка. То есть есть известное игровое видео. Слушай, я его даже видел тоже. Игровое видео, где чувак проворачивает это в реалии, там, естественно, огромное количество просмотров, и на самом деле они взяли и сделали это просто в трейлере. Да, это прикольно. Ну это прикольно, потому что смотрится как полный бред, но когда ты понимаешь, что это... Так что и про УАЗик, и про силосную башню, возможно, тоже отсылка к ютубу. Да, когда ты понимаешь, что это было всё на самом деле, что, возможно, что-то подобное реально будет, и какие-то даже будут режимы, где на тебя летит куча авиации, а тебе нужно УАЗиками отстреливаться. УАЗиками отстреливаться, да-да-да. Вот и первая идея для сервера. Да, ну, короче, круто, что они добавляют творчество. Сейчас это, в принципе, тренд, добавлять вот это польское творчество в игры. И мы знаем огромное количество игр, где прям этим промышляют. И круто, что они, по сути, соединят Battlefield 42, 1942, Battlefield 3 и Bad Company 2. Мы видели даже значок. То есть, ну вот, прям, не знаю, угодили, мне кажется, вообще все. Ну, трейлером точно угодили. Трейлером прям точно. Посмотрим, что будет дальше. Ну, ждем осени. Ну, то есть, короче, Electronic Arts как-то вот выступает в этом году. Мне нравится. Вот, правда, нравится. И It Takes Two, например, не знаю, играли вы или нет, это вот эта вот их творческая часть, да, то есть у них есть вот эти монстры, Battlefield, FIFA, вот. И есть вот эти маленькие игры, на которые они дают деньги, типа, ну ладно, вот займитесь творчеством. И вот It Takes Two вышло в этом году, и, что называется, за скринти этот твит, It Takes Two возьмет Game Awards в этом году. Это шедевр. Если вы еще не играли в It Takes Two, рекомендую. Ты имеешь в виду премию года, в смысле, игрогода? Да, да, игрогода. Игра года 100% возьмет. Ну, вот это шоу Джеффа Килли, Game Awards. 100% It Takes Two в нескольких номинациях выиграет. Ну, я за скриннил. Это прям маленький шедевр, 100%. Кажется, это каждый раз так тяжело угадать. Есть такое кино, которое вот специально выпускают для академиков, знаешь, вот голливудских, вот, на Оскар. Вот эта игра 100% соберет положительные отзывы критиков, уже собрала. Но я имею в виду те, кто будет влиять на голосование. Такие дела. По каким критериям вообще? Что должно входить в такую игру, которая должна обязательно выиграть? Слушай, ну, в прошлом году победила Хейдис. Вот, кстати, мне вообще, ну, как бы, я бы никогда в жизни не дал. Ну, ты злой просто. Почему? Хейдис тоже маленький шедевр. Не, она неплохая, но все те вещи, которые... Вот за что ее любят? Ну, явно не за геймплей, скорее, а за... За что еще? Это игра про геймплей исключительно. Она начинается только, когда ты ее проходишь. Это чистый геймплей. Это просто все вокруг геймплея и плюс великолепный арт. Мне кажется, больше за арт и больше за какую-то вот подачу лора, чем за геймплей. Как по мне, среди рогаликов уж точно далеко не самый лучший. Не соглашусь. Тоже не соглашусь. Как раз-таки это тот рогалик, в котором важно то, как ты нажимаешь кнопки, а не что ты соберешь. То есть там, в отличие от Айзека, нельзя собрать имбу и просто ходить и смотреть, как игра сама себя проходит. Мне всегда в этом и нравились рогалики. Именно собрать что-то такое. Нет, ну ты можешь попытаться собрать, но тебе не выпадет Афина и все, и до свидания. И весь твой... Вся твоя задумка на твой сет просто пошла по одному месту. И ты такой, ладно, ладно, играем с тем, что есть. И, возможно, придумываешь какой-то новый. Ну, то есть, опять же, тоже есть пространство для творчества. И обязательно, ну, как бы, skill-based, что называется. То есть, ну, учишься играя. Я осознавал, что я в явном меньшинстве, что найти второго человека, который со мной согласится, мне здесь будет очень тяжело. Учитывая количество положительных отзывов вообще оценки этой игры. Ну да, и плюс она выиграла. А какие критерии, на самом деле, на Game Awards? Слушай, ну, никто не любит, на самом деле, и с Оскаром такая же история. Никто не любит, знаешь, такие помпезные блокбастеры. Они практически никогда ничего не выиграют, потому что и все все так понимают. Ну, потому что это развлекательный жанр. Ну, что вы нового хотите сказать? У вас аттракцион. Вот, поэтому условный Battlefield, например, вряд ли будет побеждать. Ну, во всех. Он может победить, например, как лучшая мультиплеер игра. Но вот прямо взять игру года играм класса Battlefield реально тяжело. И выигрывают как раз-таки вот такие вот шедевры, которые придают что-то новое, что-то оригинальное. И плюс все любят маленькие команды, потому что, ну, это такая история успеха. Когда за тобой там не стоит какая-то гигантская корпорация. Хотя за ITX2 стоит Electronic Arts, но это мы оставим, да. Само ITX2 сделала небольшая студия. Тут вопрос, никто стоит и никто там финансирует, а скорее в отношении к продукту. То есть маленькие студии, понятно, что они относятся как к своему непосредственно, чему-то каждый сотрудник, каждый человек, который делает, он вкладывает душу. А в большом проекте далеко не каждый вкладывает душу, кто-то просто приходит отработать там свое. Да, 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 есть песня про, я просто работник BioWare, послушайте, я текст написал. В роли, кстати, в геймдеве работал. Да, да. Да, ну, я как бы, я как бы тоже, да. Но пойдем к следующей новости, мы реально прям так хорошо, плотненько обсуждаем, прям, мы вряд ли дойдем до конца. Мы не дойдем до конца. С всего списка, да, но ничего, нормально, мне нравится. Но на самом деле кратенькая новость, это был недавно годовой отчет Electronic Arts, у нас какой-то прям сегодня, я не знаю, прям сплошной. День Electronic Arts. День Electronic Arts, да. Ну, у них, понятно, рекорды Apex Legends, меня это на самом деле, это беспокоит, потому что значит, что Titanfall 3 откладывается. Меня больше не беспокоит, меня удивляет, как Apex на выходе, когда все работало хорошо и отлично, начал скатываться и чуть не умер. Там их, по словам, перенос в стрим и прочее. А теперь, когда он не работает, просто у половины людей, и баги на картах вообще шагу, и игра запускается с 20-го раза буквально, у них все хорошо стало. А ты обсуждал на своем подкасте тему вот эту вот, что хакеры взломали Apex? Ну вот, нет, мы как раз в отпуске были, мы это не обсуждали. По-моему, это очень забавно. Ну, это шантаж, я не знаю, от чего можно добиться таким терроризмом и шантажом. Когда они додосят сервера Titanfall, в первую очередь несчастного Titanfall, ну, дооборот, эту игру нужно на руках носить и всем рассказывать, чтобы все поиграли. Любой человек, который поиграет в Titanfall 2, говорит, господи, как же я пропустил, это же гребаный шедевр. Вот я как евангелист Titanfall, я всем советую всегда поиграть, и люди просто такие, да господи, да почему она провалилась-то? Да вот потому, что, к сожалению, не все успели на старте поиграть. Таких диктантов, как ты, очень много. Вот сейчас привлекать внимание к проблемам Titanfall тем, что додосить сервера... И мне больше понравился... Чтобы добивать просто несчастный труп Titanfall, тем самым привлекая внимание к нему. Ну, во-первых, это шантаж, это какой-то цифровой терроризм. Какие шаги они ждут от разработчиков, что они скажут, ой, да-да-да-да, конечно, мы сделаем. Там практически громят, да, там эмоции. И страдают игроки Apex, которым вообще все равно на этот Titanfall. И потом за Apex взялись, и они, ну, это абсолютно деструктивная акция, деструктивные шаги, которые не приведут к немедленному запуску производства Titanfall 3. Додос, конечно, это было, ну, это не круто было. Мне просто позабавила вот эта новость о том, что в Apex как-то так ломанули, что после него тебя выкидывало на, или там ссылку давало на сайт, на котором основные проблемы Titanfall описывались. Но это, мне кажется, было более безобидно и даже немного забавно. К сожалению, этим не ограничили. Ну вот, да, то есть комьюнити живо, да, но уже видишь, есть радикальные уже элементы фанатов Titanfall, которые готовы уже пойти на такие шаги, только чтобы вернуть внимание электроников. Но вот я говорю, что Dead Space вернули, вернут и Titanfall. Меня все равно удивляет, как Titanfall, имея вот такую огромную фан-базу, которая ходит на каждом углу, защищает эту игру, почему у него так плохо с онлайном на протяжении многих лет. Почему эту игру все любят, но никто не играет? Загадка. Загадка. Да, надо больше с него играть. Но на самом деле я не успел дочитать, потому что мы так на Apex переключились. Из отчета про Apex-то с ним более-менее понятно. А также продажи Mass Effect Legendary Edition выше ожиданий. Что тоже, я считаю, положительный эффект, потому что тем самым мы показываем электроникацию. Что, ребят, игры... Что мы готовы играть в ремастеры? Игры... Нет, что игры-сервисы, это, конечно, хорошо, и понятно, что они приносят вам львиную долю денег, безусловно, чтобы содержать все ваши бесконечные красивые офисы в разных странах мира и платить зарплату тысячам сотрудникам. Мы понимаем, что эти вещи нужны, вам нужно где-то зарабатывать. Но черт подери, мы все равно ждем от вас больших, мощных, одиночных проектов. Мы любим этот жанр. Мы не хотим, чтобы все превращалось в онлайновые игры-сервисы. И поэтому круто, что, ну, они же практично мыслят. Они такие, блин, смотрите, а Mass Effect-то хорошо. Может, все-таки Mass Effect 4, который мы делаем, надо подбросить им деньжат, чтобы не совсем говно вышло. А то я боюсь, честно говоря, за Mass Effect 4, если честно. Как много можно делать ремейков, точнее, не ремейков, а сиквелов одной игры? И в какой-то момент... Спаси у Final Fantasy. Вот Final Fantasy отличный пример. Ну, на самом деле, у японцев это вообще классика. Классика жанра и огромное количество там. Якудзу, посмотри на нее и что... Есть хороший пример, как мне кажется. Я хоть и достаточно далек и от Mass Effect, и от Зельды. Но, тем не менее, вот мне кажется, Зельда вышло очень много частей. Но каждый раз, когда они выходили, они привносили что-то новое. Почему? Потому что первая вышла там на Nintendo. Да, вторая на Super. Ну, 16-бит. Ну, не вторая, а, типа, следующая часть. И потом на более крутых консолях. И каждый раз это совершенно разные игры были. Там, из 2D в 3D. Что нового от Mass Effect к Mass Effect вот так вот глобально? Прозвитие мира, вселенной, продолжение. То есть ничего. Ну, концептуально ничего. В смысле? В смысле ничего. Новая глава в этой вселенной. Так, а не обязательно добавляешь что-то новое концептуальное? Потому что фанаты просто будут рады поезжать в еще одну часть. А зачем мы ждем Elder Scrolls 6? Ну, типа, что новым там может быть? Я хочу вернуться, черт подери, в мир Elder Scrolls. Skyrim вот уже здесь. Вот уже все сейчас. Сейчас осталось на Steam Deck еще купить Skyrim. Сколько версий Skyrim купил? Ну, у меня, ну, типа, почти на каждой консоли есть Skyrim. Когда уже тот Говард успокоится, все, хватит. Хватит. Давайте уже Elder Scrolls 6. Ну, я уверен, что он будет примерно, примерно то же самое, только с графеном. И меня устраивает вот просто. Пусть он будет, это будет старомоднейший RPG и старомоднейший RPG. Вот прямо вот как Skyrim, только у Stokas с графеном. Не надо там ничего, ну, не дай бог, онлайн они добавят. У них есть Elder Scrolls Online. Все. Вот там, короче, и бегайте. Дайте мне классический Elder Scrolls. Абсолютно классический. Только с графеном. Беру на старте. И что это будет? Ну, типа, новая глава в Elder Scrolls. Черт, шестая уже часть. Не надоедает. Слишком сильно, и пытаюсь поспорить, но слишком сильно люблю Elder Scrolls. Наверное, тоже. Ты же хочешь продолжение Elder Scrolls? Ну, вот, ну, типа. Я, скорее, не особо хочу продолжение. А вот Бровян, вот, красава. Вот Бровян не хочет. Не хочет. Ну, это нормально, сколько нас трое. Три человека, три мнения. Ну, в целом, давайте все. Про Electronic Arts хватит на сегодня. А то такое ощущение, что мы... Еще чуть-чуть, давай. Амбассадоры. Амбассадоры Electronic Arts. В конце августа пройдет Gamescom Opening Night Live. Gamescom — это еще одна крупнейшая игровая выставка. Она проходит в городе Кельн. И, как и все остальные, она должна быть оффлайновой. И я периодически ее посещаю. Но вот уже два года никто никуда не летает. Оффлайновых выставок нет. И Gamescom Opening Night Live, где, кстати, ведущий тоже будет Джефф Килли. Тоже, кстати, ждем порцию анонсов, эксклюзивов. Но Gamescom в этом году тоже будет онлайновым. И вот поэтому я просто считаю, что надо ценить то, что первое, можно сказать, околоигровое мероприятие проходит в России. Судя по всему, к сожалению, хочу подчеркнуть этот факт, что, возможно, оно будет тоже единственным. Насчет Комикона и Игромира я уже не уверен в этом году. Ну, слишком массово. То есть, вот я смотрю на количество людей на квадратный метр здесь и на Gamescom, как обычно бывает, и понимаю, что, да, мир еще не готов. Не в том состоянии, чтобы такие... А жаль. Поэтому цените, ребята, эти два дня на StreamFest, возможно, еще несколько лет без крупных выставок. Увы и ах. Но в конце августа знаешь еще, что произойдет? Знаешь? 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 И Игорь должен натура прокричать с кухонного стенда. 24 августа выходит Kings Bounty 2. Как я подвел, а? И недавно разработчики выпустили новый трейлер, анонсирующий нового персонажа. Их там будет три. Одного уже показали. В самом начале это Айвор, наемник. Его, кстати, озвучивает Всеволод Кузнецов. Всем известен как голос Геральта из Риви. Так что решили вернуть знаменитый голос, раз его не вернули в сериале от Netflix почему-то. Так что голос Ведьмака возвращается. А сейчас анонсировали нового персонажа. Это Магичку Катарину. И у нас есть трейлер на эту тему. Власть можно получить по наследству. Но могущество... Его добывают из знаний. Даже у меня, графини Ригерна, не было наставника. Но у меня было время. Золото. Упорство. Я отправилась за моря. Была на руинах Антиса. Изучала магию великих народов Антары. Все тайны мира лежали предо мной. Но моим отсутствием воспользовались. Меня лишили графства. И теперь я возвращаюсь в Нострию. 50 лет я собирала знания. Пришло время применить их. Пусть корона рассудит нас. Или я сделаю все сама. И у нас получался такой интерактивный в этом плане сейчас стенд. Потому что те, кто присутствует на выставке, могут прямо пройти через дорогу и поиграть в Kings Bounty 2, который впервые показывают для пользователей. Вон буквально за вашей спиной находятся консоли, где можно прямо поиграть. Потому что выход 24 августа, игра практически готова. И скоро анонсируют третьего героя, которого на самом деле можно сейчас заспойлерить себе. Его там показывают. Потому что всего есть три персонажа игровых, за которых можно стартовать. Но ты поиграл? Да. Ну, несмотря на облачение Kings Bounty, я в 1С Entertainment занимаюсь все-таки внешними проектами, то есть паблишингом. То есть мы ищем проекты на издания. А это внутренняя разработка 1С Entertainment. Так что многие вещи для меня тоже впервые сегодня, можно сказать, поиграл в этот билд. Так что я, как получается, несмотря на то, что имею отношение к этой компании, я тоже как фанат посматриваю, так сказать, из-за спин игроков на то, что там происходит. Так что сам жду. А главное, что Kings Bounty это, по сути, первая за многое время большая отечественная RPG. Ну, одиночная игра, потому что у нас отечественная индустрия очень сильно ударила с мобилки, сессионки, как вы знаете. И давненько не выходило чего-то такого классического, одиночного. И вот 24 августа, наконец-то, выйдет большая крупная отечественная игра. И в целом, ну, это, считаю, отчасти таким событием. Вообще, Kings Bounty это же считается как бы прародитель героев Меча и Маги изначально. Да, да, первая изначальная Kings Bounty вышла в 90-е годы. И из нее потом два ответвления. Это Герой Меча и Маги и непосредственно серия Kings Bounty. Ну, вот насколько все-таки они разными дорогами пошли, учитывая то, что я сейчас вот смотрю, там, на мониторе происходит, на стенде, насколько сильно они различаются. Интересно, мне было бы интересно попробовать эту игру, учитывая, что мне вот ближе как раз... Да, Героя классная игра, но мне немного наскучивает вот эта вот прям такая вот совсем вот пошаговость, от которой никак не уйти. Ну, от пошаговости не уйти, имеется в виду пошаговая боевка. То есть, ну, это с толпы Kings Bounty, от этого никуда не деться. То есть, это может быть приключением, РПГ, НПС, катсцены, исследование большого мира, но как только вы сталкиваетесь с врагами, вы выставляете свою армию против вражеской армии. Это, к сожалению, это как? Это, к сожалению, в смысле, это суть. Ну, нет, это просто суть Kings Bounty, от нее никуда не деться. Не, ну, понятно, что... Ее можно интерпретировать, по-разному показывать, но это было изначально, и несмотря на изменение перспективы, то есть, нету больше конника, который скачет в изометрии, хотя конь, конечно же, остался. Все атрибуты Kings Bounty, они остались. Вот, только теперь это больше похоже на современные вот эти трендовые РПГ. Это Dragon Age, это Ведьмак. Просто современные РПГ, они выглядят вот так. То есть, это вид из-за спины, это чтобы большой мир, чтобы исследовать, чтобы можно было общаться с NPC, квесты, загадки. Но при этом, конечно же, все атрибуты Kings Bounty, то есть, РПГ, пошаговый бой, герой на коне и большой мир для исследования. Вот это было, есть и будет. Наверное, иначе бы называть Kings Bounty было бы ошибкой. То есть, все равно, ну, люди, которые приходят, они все-таки ждут какого-то продолжения. Бравян, а ты играл? А я не играл. Вот и поговорили. Все идет своим чередом. Да, все идет своим чередом, да. Но все впереди. Ну и, в принципе, я так понимаю, что у нас подходит время к концу, но я хочу все-таки эту новость зачитать, потому что она, мне кажется, немножко парадоксальной. Вы знаете, что авторы PUBG незаметно изменили название игры? Я уже заметил. Читал про это, я только не понял, зачем. И причем ты понимаешь, что там на самом деле есть некое противоречие в том, что они сделали. То есть, ну, мы знаем, что PUBG — это сокращенное полное название. Players Unknown Battlegrounds. Теперь она называется PUBG Battlegrounds. То есть, PUBG это превратилось теперь просто в название и двоеточие Battlegrounds. То есть, теперь, если расшифровать это название и PUBG, ну, это же аббревиатура получается, то теперь она Players Unknown Battlegrounds Battlegrounds. Мне кажется, что в отделе маркетинга воспринимали PUBG просто как некую аббревиатуру устоявшуюся. И давно... Просто с годами забыл у себя. Они забыли... Ну, там, знаешь, наняли новых маркетологов, они такие, так, ребят, нет, надо что-то сменить, надо что-то делать. Так, PUBG, PUBG, PUBG Battlegrounds. Круто! Они с кем не согласовали, и это ушло. И, действительно, то есть, поначалу все подумали, что это ошибка. Нет, это название висит. И, в общем-то, пока от комментариев они отказываются. Но, в общем, PUBG Battlegrounds. Это очень странно. Либо это намек на то, что будет PUBG не Battlegrounds какой-то, либо это действительно... Ну, Battlegrounds это же типа жанр, вот это вот, по сути дела, Королевской битвы. Либо это какая-то... Ну, мне это напоминает старые какие-то вот картриджи, может быть, где там, например, там, Хэллоуин большими буквами, и снизу маленькими Хэллоуин. Ну, типа... Типа, если кто не понял, да? Ну, да, невонятно, зачем дважды название написано, вот зачем здесь. Смотри, может быть, я снова, с точки зрения отдела маркетинга, они такие, блин, все используют название Battlegrounds, а нас называют PUBG. И как бы PUBG поглотило название Battlegrounds в себя, нам надо его как-то вынести. Я считаю, что теперь им нужно переименоваться в PlayerUnknowns PUBG Battlegrounds. Вот это будет нормальная тема. Вот это будет нормальная, да. Но вот если ты будешь комментировать в следующий раз какую-нибудь каточку PUBG, то имей в виду, называй игру правильно. Регулярно приходится, на самом деле. Как ни странно, но вот особенно если брать СНГ, то это до сих пор достаточно... Ну, скажем так, больше, наверное, мобильная версия, но все равно соревнования проводятся по этой PUBG Battlegrounds. Вот, теперь не забудь правильное название. Все, я обязательно напомню. Да, а на сегодня у нас все. Правда, как обычно, новостей за кадром осталось дофига, но обычно у нас подкаст по два часа. Вот, так что как только пройдет этот творческий отпуск, мы снова вернемся на ВСД. Может быть, теперь в расширенном составе. Ну, просто в этот раз, видишь, два Игоря было, а не один. Да, 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 да. Так что регулярно, каждую неделю по четвергам в 6.30 вечера говорим про игры и общаемся с чатиком. Заходите, смотрите. Да, спасибо вам. Всем хорошего вечера. Welcome to Zalesha. A village somewhere between dense forest and marshes. There are too many sophisticated attractions here. Unless speaking of... Minefields. Водка. Полight neighbors. Moonshine. Strange neighbors. Beer. Wild animals. Hunting. Fishing. Lots of vodka. Animal breeding. Local cuisine. Casual fires. Working in the field until you drop. Collecting junk. Collecting junk. Local mysteries. Mechanical challenges. Drunken pranks. Р Kapers. Заходя на ночь. Это единственное способ? Вы ужTC. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok